Доктор Гудхард И когда они к нам приехали в Россию, наша история началась с их появления. Но никто не говорит, что история еще есть до их появления. И она очень значимая и весомая. Я хочу начать свой рассказ с Ивана Михайловича Сеченова, с его книги «Рефлексы головного мозга». Потому что он впервые обозначил то, что любое движение в нервной системе – это, по сути дела, рефлекс. Любое движение – это рефлекс. Я хочу вам показать удивительную книгу Даниэла Давида Пальмара. Она называется «Основы мышечного тонуса. Неромускулярный тонус в прикладной кинезиологии». И год ее – 1914. То есть уже тогда наши исследователи и ученые говорили о том, что большую роль тонус играет в мышечном сокращении. Я постараюсь найти эту книгу и сделаю все равно, чтобы ее перевести, чтобы она была доступна. Но уже в 1914 году говорили о том, что тонус играет большую роль в регуляции мышечного движения. Я хочу вам показать двух очаровательных людей. Генри Кенделл и Флоренс Кенделл. Они описали мануальное мышечное тестирование всех 500 мышц. Они не понимали, для чего они описали, но они описали, как правильно проводится движение, как надо правильно расположить ногу, руку, направление движения. Я хочу напомнить вам о Иване Петровиче Павлове, который говорил о том, что имеются врожденные рефлексы и приобретенные рефлексы. И что рефлексы можно наращивать, функциональные связи между разными органами системы могут быть развиты в дальнейшем. Я хочу напомнить про Магинтовича Михаила Романовича. Мы случайно нашли его фотографию в аналогах и сами ее напечатали. Он сыграл большую роль в развитии сформаторных рефлексов. Он указал, что в регуляции между мышцами и внутренними органами играет большую роль мышечная система. И более 100 собак были подвержены экспериментальным исследованиям, когда собаки в органы выживляли электроды, раздражали разные органы, записывали электромиографию мышц. И когда люди говорят о том, кто доказал висцермоторные рефлексы, посчитайте, пожалуйста, профессора Магинтовича. Все эти работы есть у нас в Академии. И я хочу еще раз напомнить про Николая Александровича Бернштейна, потому что он показал, что в любом движении имеются две фазы. Осознанные, которые передают электрическим путем, и неосознанные, которые передают через треополидарную систему. И поэтому, если нам удастся вычинить тоническую фазу мышечного сокращения, мы можем посмотреть, как работает неосознанное наше движение, а с треополидарной системой. Следующий. Эти два движения детально описаны и детально разработаны им. И для нас это большой подарок. И я хочу вернуться к тому, с кого сразу началась рассказ о Джоже Гудфарде. Татьяна Николаевна много раз с ним была близка и в общении, и в контактах, и училась у него. Потому что его главная заслуга, что он показал, что мышечный тонус и мышечное сокращение может меняться в зависимости от разной провокации. Теоптической локализации или определенного движения патологического органа. И эти связи функциональны и реально здесь существуют. Наша история началась в 1991 году. В городе Новокузнецке, в далекой Глухой Сибири, в маленьком сибирском городке. Где наша кафедра неврологии, соглашение Рудольфа Шмидт, пригласила Кристофера Смита и Джорджа Шефера на семинар «Прикладная кинезогия. Крайне сакральная терапия». Ни то, ни другое было практически в 1991 году неизвестно. Эта комбинация, конечно, вызвала просто взорвавшийся мозг. На следующий год мы собрали большую компанию людей. Около 22 профессоров, 60 участников собрали в Санкт-Петербурге. Татьяна Николаевна, видите, там в третьем ряду, молодая, красивая женщина. И тогда мы собрали профессоров, ведущих вузов и задали им вопрос. Пожалуйста, посмотрите, что это, как это, как анализировать, как диагностировать, как помочь, как подсказать. И поэтому практически история начинается с 1992 года, где большая компания людей, ведущих специалистов разных вузов, могла познакомиться с прикладной кинезиологией у Джозефа Шефера и господина Криса Смита. Следующие. Сразу же после 1992 года мы начали организовать свои семинары. Мы подключили прикладную кинезиологию к семинарам по мануальной терапии и сделали 9-месячный цикл обучения. 9 месяцев. С 9 до 6, включая в субботу. Татьяна Николаевна, вы, по-моему, раньше учились. Нет, на этом не попали. Мы собрали все и крайне сакральную, и висцеральную, и канальную, и региональную, и эмоциональную, и мануальное мышечное тестирование, и историю болезни, и векурацию пациентов. Ну, представьте, с 9 до 6-9 месяцев. И выпускали уже готовых специалистов, которые или выживали и становились специалистами, или просто заболевали. Поэтому поняли свою ошибку и пошли по другому пути. Делать стали прерывистый семинар, как это делается в Европе следующие. А в 95-м году мы организовали уже ассоциацию прикладной кинезиологии. Я была президентом, Татьяна Николаевна и Сергей Редович были вице-президентами. Практически эти три человека и начали развитие прикладной кинезиологии в нашей стране. Потому что каждый из нас создал свою собственную клинику, свой учебный центр и начали развивать направление по всей стране. Когда мы начинали прикладную кинезиологию, сказать трудно это ничего не сказать. Потому что нужно было и учебные рекомендации создавать, и программы обучения продумать, и методические рекомендации писать, и переводить иностранную литературу, и интерпретировать результаты мануального мышечного тестирования в классической медицине, и создать медицинские центры, и выпускать медицинские журналы. Когда я сейчас оборачиваюсь на этот путь, кажется, что это невозможно. И когда смотришь, что это сделано, просто удивляешься, как это могло быть сделано следующее. В 95-м году сразу же после конференции Татьяна Николаевна создала центр «Манус». Вот перед вами картинка такая красивая. Я нашла картинку. В 90-м году. Я нашла картинку «Мануса». В 92-м году мы уже начали применять прикладную кинезиологию. В 90-м году нужно будет исправить. В 2005-м мы создали свой центр «Академия прикладной кинезиологии», в котором вы сейчас присутствуете, и можете посмотреть следующее. А в 2006-м году создал Сергей Арестович Институт клинической прикладной кинезиологии. Татьяна Николаевна про себя расскажет, и я про Сергея Арестовича хотел сказать несколько слов. Дело в том, что Сергей Арестович был один из талантливых курсантов нашей группы, и когда я поняла, что у него изумительный организационный талант, я уговорил его провести семинар господина Шелдона у себя в Санкт-Петербурге. И благодаря господину Шелдону познакомился с электромагнетизмом. Кроме того, его организационный талант позволил ему создать огромное количество переводных иностранных литератур. Он перевел Волтера, он перевел Шелива, он перевел еще огромное количество преподавателей. И благодаря этому у нас имеется огромный набор литературы. Кроме того, он создал свою школу прикладной кинезиологии в институте своем, и вот представители вот здесь присутствуют. Я думаю, что, может быть, Инушанец подъедет и что-то немножко еще подробнее расскажет. Расскажите подробнее, хорошо? Помимо вашего доклада, что-то расскажите о Петербурге, о школе Сергея Арестовича. Ну, чтобы люди знали, что есть такая школа. А Татьяна Николаевна сама лично расскажет. Ну, немножко. Первая трудность, когда мы столкнулись с программой обучения. Дело в том, что программа обучения была создана в Международной ассоциации прикладной кинезиологии. Она составляла 20 модулей. Правильно, Татьяна Николаевна? Татьяна Николаевна и Сергея Арестович сказали, что лучше всего проводить семинары по той программе, которая уже создана, отработана, утверждена, разработана и осмыслена. Мне же не хотелось припадать в этой программе, потому что с моей стороны было мало включено самых важных моментов. Во-первых, не было вегетативной нервной системы, не было вегетативных рефлексов, не было висцеральной мануальной терапии, не было кинезиологического диагноза, не было системы динамического переобучения. И мне казалось, что для комплексного организации было бы важно эти моменты включить. Поэтому программы нашего обучения немножко различаются, но основные пункты кинезиологической диагностики и коррекции сохраняются. Самая первая сложность, с которой мы столкнулись при развитии прикладной кинезиологии, вот мы все трое руководители, это, конечно, мануальное мышечное тестирование. И я хочу сказать слова благодарности ведущего Александру Александровичу, потому что благодаря его активности и благодаря его энтузиазму к нам в Москву в 2000 году приехал Джошуа Гудхарт и провел семинар по мануальному мышечному тестированию. У нас он сохранен в записи, и я обещаю, что мы эту запись восстановим, ее реконструируем, чтобы мы могли лично подлушать его Джошуа Гудхарта, потому что так как он рассказывает, никто не рассказывает. Я до сих пор помню, как он говорил, слушайте, слушайте, и не говорите, что вы никогда не слышали. Потому что очень важно получать знания из первых рук, а не из вторых, из третьих, из четвертых рук. И тут все представители этой конференции, потому что мы пытались каждую конференцию МАП приурочить к какому-то международному семинару, чтобы люди могли и на конференцию приехать, и сразу посмотреть, и послушать какого-то иностранного специалиста. Самое большое тяжелое испытание – это было исследование журналов. Мы их сдали около десяти или больше, я уже не помню. 14 лет издавали журналы. Это большой титанический труд, потому что хотелось что-то рассказать по научной обоснованию прикладной кинезю, какие-то отчеты по международным семинарам, какие-то выступления со стороны других коллег. И поэтому журнал отнимал очень огромное время. Я сожалею, что он прекратил свое существование, надеюсь, что новый президент найдет в себе силу его реанимировать. Все номера журнала у нас доступны на сайте ассоциации, вы можете с ними познакомиться, потому что до сих пор те вопросы, которые там поднимались, они очень актуальны, очень востребованы. И до сих пор, перечитывая их, мы удивляемся, как это могло вообще быть написано уже в те годы. Кроме того, мы участвовали в международных конференциях. И я хочу отдать должное Татьяне Николаевне Чернышевой, она практически ежегодно летает через океан, чтобы представить нашу страну на международных конференциях. Мне не удалось так часто, я бы себе было два или три раза за все свое президентство. Мы выступали с докладами, на конференциях, наслушали, принимали, не принимали, но считались. И я думаю, что мы тоже внесли свою плепту в развитие прикладной книги во всем мире. И ежегодно с 1995 года мы проводили международные семинары и международные конференции. Тут большое количество докладчиков, разные года представлены следующие. Когда мы начали преподавать мануальное мышечное тестирование, опять были сложности, потому что каждый преподаватель, который приезжал в страну, немножко по-своему показывал мануальное мышечное тестирование. Один так, другой так, третий так. И когда это складывалось в одной голове, начали говорить, я же тестирую потому, я тестирую потому, я тестирую потому. И не было единства тестирования. И тогда Джозеф Шевч в 2007 году предложил уникальный вариант. Он сказал, я бесплатно приведу в вашу страну, соберите преподавателей, не больше 10 человек, и я буду неделю их обучать мышечному тестированию, с сдачей экзамена. Вот перед вами те страдальцы и те вузы, которые они представляли на этом семинаре. Экзамен был тяжелейший, то есть после окончания семинара были приглашены обычные пациенты разного возраста, дети, взрослые, пожилые, старики. И нужно было протестировать и поставить диагноз публично при всех. Это была большая трудность. И я рада, что мы с этой трудностью справились. Вторая сложность была организация медицинских центров, потому что, когда ты обучаешь на практике, все говорят, а покажите. Татьяне Николаевне хорошо, она уже тогда создала медицинский центр. А в Москве это было не так просто создать. И я рада, что мы справились. И в 2008 году откусил медицинский центр прикладной кинезиологии. Перед вами аудитория людей, которые там работают и работают по-прежнему. И самое удивительное, что центр прикладной кинезиологии стал не просто центром лечения пациентов, а центром, к которому мы приглашали своих иностранных учителей. И они говорили, что в мире нигде нет центра прикладной кинезиологии. Все врачи, все специалисты работают по отдельности. Смотря как бы конкурент что-то друг у друга не украл. И доктор Лиффи говорит, я посмотрю, как долго существовать будет ваш центр. И слава богу, уже сколько лет? В 2008 году уже 10? 12 лет. Центр существует и успешно существует. И кроме того, следующее. Мы открыли второй центр кинезиофитнеса. Потому что понимали, что очень важно не только восстановить здоровье пациента, но и его обучить правильно двигаться, правильно ходить, правильно мыслить, правильно развиваться, правильно развивать и интегрировать вегетативные рефлексы. И поэтому был центр кинезиофитнеса. Следующий. Большой роль в развитии нашей ассоциации сыграла сотрудничество с Министерством спорта. Мы практически 5 лет сотрудничали с Министерством спорта и занимались спортсменами на самом высоком уровне, оттачивая их профессиональное мастерство. Ежегодно конференции МАП проводились на базе Министерства спорта. Приходили и тренерский состав, и руководители, и большое количество спортсменов. Мы выпустили большое количество сборников, статей, выпустили методические рекомендации по внедрению прикладной кинезиофитнеса в тренерский состав. Следующий. Мы получили награды от Министерства спорта за вклад в развитие здоровья спортсменов. И вот профессор Стариков будет сегодня рассказывать, он как раз представлен к спорту, как в спорте по-прежнему продолжается развитие прикладной кинезиологии. Хорошо в Москве раздеваться, правда же? Но ведь надо же регионы поднимать. Это была следующая тяжелая задача. То есть нужно было организовать обучение прикладной кинезиологии непосредственно в регионах. И вот перед вами сейчас 12 регионов, в которых сейчас проходит обучение прикладной кинезиологии только нашей школы. А еще школа Татьяны Николаевны, еще школа Сергея Петровича, еще школа Сергея Арестовича. Для того, чтобы поднять регионы, потому что не может Россия прорасти одной Москвой. Почему я сейчас на этом акцентирую внимание? Потому что я обращаюсь ко всем вам. Если вы имеете все силы, желание поднять и развить прикладной кинезиологии в вашем регионе, обращайтесь в ассоциацию, и мы сделаем все возможное, чтобы поднять ваши регионы. И чтобы развить там прикладную кинезиологию. У нас достаточно преподавательского состава. Кроме того, наша ассоциация оказалась востребованной за рубежом. Несмотря на то, что огромное влияние ИСАК в разных странах Европы, Азии и Америки, у нас сейчас около 10 центров выездных международных, где мы обучаем прикладной кинезиологии. Это не только Казахстан, но это Израиль, это Латвия, это Болгария, это Белоруссия, это Чехия, это Украина и это Германия. В Германии две школы прикладной кинезиологии. Это удивительно. Но наш подход оказался более востребован в тех странах, в которых уже есть международные ассоциации прикладной кинезиологии. И поэтому я уверен, что наше направление, наши ассоциации будут более и более востребованы. Для того, чтобы проводить такое количество выездных семинаров и такое количество семинаров, которые проходят в нашем центре, потому что мы преподаем для врачей, мы преподаем для массажистов кинезиофитнес, кинезиомассаж, мы преподаем для инструкторов ЛФК кинезиофитнес, мы делаем школу кинезиолайф для населения. И у нас приходит, видите, у нас такое большое помещение, у нас иногда проходит одновременно 4 группы, и до 100 человек мы обучаем в день. И поэтому у нас такая большая команда специалистов. Вы все их хорошо знаете. Они будут выступать из доклада, мы сегодня на конференциях, вы с ними детально можете познакомиться. У нас огромное количество методических рекомендаций, выпущено более 40 по разным направлениям. И поэтому, пожалуйста, читайте, смотрите, потому что вы сейчас в выигрышном положении, вы читаете информацию по рекламной кинезоге на русском языке. Когда у нас не было на русском языке, мы читали на английском с словарем. Это было очень печально. В 2016 году нас наградили золотой статуэткой Гудхарда за внедрение прикладной кинезги в странах Европы. И в 2010 году Татьяна Николаевна пришла. В 2010 году вы пришли на пост президента. В 2010 году вы пришли на пост президента. Да, в 2010 году вы пришли на пост президента. И свои борозды за 15 лет она передала Татьяна Николаевна Чернышовой. Благодаря Татьяне Николаевне мы смогли познакомиться с уникальными специалистами. Она не только сама выступала за рубежом с докладами, представляя нашу Россию, но она смогла вычленить наиболее интересных, наиболее талантливых преподавателей и пригласить в Россию. Иногда жертвуя свои собственные финансовые условия. Такая была ситуация, когда она пригласила господина Кристофера Смита и Аллана из Америки, очень дорогого специалиста, по тому, чтобы рассказать, как интегрируются вегетативные рефлексы. И мы не смогли собрать сумму, которой необходимо было оплатить преподавательский взнос. Татьяна Николаевна оплатила их из личных средств. Я считаю, что это героические подвиги, и об этом должна вся страна знать. Когда сейчас люди говорят, мне жалко 3000 рублей за годовой взнос, я думаю, а люди платили больше и не считались, и не думали ни с чем, не гадали ни о чем. Поэтому такое количество преподавателей, которое у нас было в стране, большая заслуга Татьяны Николаевны, и в ее президентство это было максимально развито. Следующее. В 2016 году на пост пришел Сергей Петрович Суботин. Вы его хорошо знаете. Он сегодня будет с вами выступать за докладом. Сергей Петрович уникальный человек заключается в том, что он бывший министр здравоохранения Удмуртии. И мы с Татьяной Николаевной очень обрадовались, потому что мы поняли, что прикладная кинезиология и ее ассоциация в надежных руках, что все документы будут готовы, что все будет создано так, как это необходимо по закону Министерства здравоохранения. И на Сергея Петровича обрушилось огромное количество вал бумаг, литературы, документов. Мы все обрадовались и ручки-ножки сложили, а он один порхался. И я хочу вам сказать, что большая заслуга Сергея Петровича в том, что он поднял регионы. Я не знаю, как ему удалось, но в Татарстане, в медицинском институте, на базе большого конференц-зала была проведена конференция прикладной кинезиологии. В каком году, я только не помню уже. В 2013 году. И впервые преподавательский состав был познакомлен с прикладной кинезиологией, с нашими докладами. Были представлены все кафедры, которые были в Казани. И это сотрудничество было не случайно, потому что на следующей неделе мы снова едем в Казань. Нас приглашают кафедры реабилитации, для того, чтобы мы прочитали им семинар. То есть, благодаря вот этим маленьким шагам, мы интегрируемся как можно интенсивнее в классическую медицину. И большую роль сыграли еще, конечно, наше участие в конференциях. То есть, мы максимально постарались сделать так, чтобы были приглашены на конференции. Мы создавали целые секции. Секции прикладной кинезиологии в реабилитации, секции прикладной кинезиологии в спортивной медицине, секции прикладной кинезиологии в неврологии. Приглашали иностранных коллег за собственные деньги, для того, чтобы иностранцы выступали на чужих конференциях, только привлекая и распространяя знания прикладной кинезиологии во всей стране. И мне было приятно, когда подошел один доктор и говорит, вы знаете, а в нашем маленьком городе говорят, если ты прикладной кинезиолог, тебе легче берут на работу. Это было маленько, нюанс, но для меня это было приятно. В 2019 году на постпроизводитель пришел Олег Вячеславович Кузнецов, человек очень организованный, четкий, и он сказал, первое, что необходимо сделать, мы должны изменить сайт. Он должен быть строгим, конкретным, логичным и понятным. И он сделал все возможное, чтобы сайт претворить в жизнь. И сейчас тот сайт, который вы увидите, это заслуга Олега Вячеславовича Кузнецова. Он большую роль сыграл в развитии прикладной кинезиологии в спорте, и до сих пор он один из главных ведущих специалистов, который помогает спортсменам разного уровня, разного направления. И он сегодня будет выступать с докладом, мы сейчас с ним познакомимся лично. И в прошлом году на тот президент вышел Александр Александрович Красильников. Александр Александрович преподаватель. Он преподает студент в медицинском институте, имеет большой педагогический стаж, имеет научную степень, может подойти с научных позиций к прикладной кинезиологии, молод, энергичен, активен, организован. И он сказал, первое, что необходимо сделать, надо правильно оформить поступление денег, потому что люди не могут оплатить взносы, а не мучаются, это не должно быть так. И он сделал все возможное, чтобы мы сейчас могли спокойно зайти на сайт, нажать на кнопочку и перечислить деньги. И я думаю, что у Александра Александровича будет большое будущее. Следующее. А теперь я хотел бы рассказать, что из себя представляет прикладная кинезиология с нашей позиции. Может, это не только дополнит, Сергей Петрович добавит. Первый закон, который очень важно в прикладной кинезиологии использовать, это закон поражения периферической нервной системы. При поражении периферической нервной системы возникает гипотония, гипостезия и гипорефлексия. У нас нет других терминов. Если нервная система страдает, теряется ее возбудимость, теряется ее тонус, теряется ее чувствительность, теряется ее активность методического рефлекса. Поэтому все, что мы исследуем на нервной системе, можем оценивать или с позиции тонуса, или с позиции рефлекции, или с позиции вегетной активности. Очень важно учитывать дифференциальную диагностику между поражением вегетативной и соматической нервной системы, потому что клиника одна и та же через висцермоторные рефлексы, боль одна и та же, но провокационные пробы будут разные для вегетативной и для соматической нервной системы. Диагностические критерии будут разные, и тактика лечения будет разная. И очень важно этот момент учитывать. Я не буду много останавливаться, если вас интересует, вы на интернете посмотрите. Для соматической нервной системы очень важно понять, что боль меняется при статодинамической нагрузке. Любая локализация боли меняется, сидя, стоя, лёжа, лёжа проходит и в тракции проходит. Это соматическая нервная система. Вам будет эффективно массаж, вам будет эффективно мануальная терапия. Если ваша боль провоцируется тракцией, если ваша боль усиливается в положении лёжа и не меняется статодинамической нагрузки, это, скорее всего, поражение вегетативной нервной системы, это поражение блуждающего соматического сплетения, это поражение периферической структуры внутренних органов, это поражение центральных звеньев. Когда мы обучались прикладной кинезиологии, мы обучались тому, что происходит обмен со внешней средой энергии, материи, информации. Так был создан треугольник Гудхарда, который мы изучали, который мы исследовали. Но исследования в последний день показали, что помимо этих трёх звеньев, есть ещё факторы, которые из внешней среды влияют на нас. Например, эмоции. Эмоции – это не энергия. Эмоции – это отдельный вариант информации. И нужно сделать отдельный звень, для того, чтобы понять, что эмоции играют и большую роль и в диагностике, и в коррекции, и в восстановлении здоровья. И энергия, о которой Джордж Гудхарда говорил, он говорил о канале-мередиональной системе. У нас ещё энергия электромагнита есть, и электромагнетизм мы просто выпустили из своего поля. И сейчас мы рассматриваем не треугольник здоровья, а пятигранник здоровья, куда включаем и электромагнетизм, и эмоции как отдельные грани. Для того, чтобы подчеркнуть, что нельзя убирать эмоциональную составляющую структуры, но нельзя ставить, что эмоции и канально-мередиональная система, и электромагнетизм – это одно и то же. Это разные звенья, и мы сейчас в январе приглашаем господина Шелдона, он ещё жив, ему 80, чуть-чуть с хвостиком. Он готов прочитать нам дистанционный вебинар и познакомить с основой электромагнетизма. И мне особенно было приятно, когда я смотрел историю, что господин Палмер, который основал хиропрактику и остеопатию, написал «Диагностика электромагнитного поля, первичная перед диагностикой хиропрактики и остеопатии» – 914 год. Нельзя упускать знания, которые нам прислали наши учителя. Само мануальное мышечное тестирование. До сих пор его трактуют как сила и слабость. А мы его рассматриваем как три фазы. Фаза концентрического сокращения, изометрического и фаза эксцентрического сокращения. Первая фаза мы готовим к сокращению, вторая мы отдаём изометрическое напряжение, а третья мы растягиваем, активизуем методический рефлекс. При мануальном мышечном тестировании мы не тестируем силу или слабость, это количественная характеристика. Нас действует качество. Или есть адаптация к нагрузке, или её нет. Нельзя быть наполовину беременной. Или ты беременна, или ты не беременна. Поэтому очень важны качественные характеристики. Изменение мышечного тонуса и активность методического рефлекса. Следующий. И поэтому очень важно понимание для любого кинезиолога, что что бы ты ни делал, никогда не узнать, нужно это или нет, пока не получишь обратной биологической связи. И мануальное мышечное тестирование – это один из наиболее важных факторов в понимании и поиске обратной биологической связи с организмом. Потому что мы никогда до конца не сможем понять, как работает человеческое тело, потому что мы сами люди. Но мы можем робко спросить у тела, как ты реагируешь на нагрузку. И то, что моё воздействие, которое я хочу привнеить для тебя, оно будет тебя восстанавливать или будет тебя разрушать? Это и статические нагрузки, и динамические, и магнитные провокации, и камертонные провокации следующие. Это и биохимические коррекции, и эмоциональные коррекции, и точки акупунктуры. Потому что для холистической медицины важно не просто какое-то звено использовать, а на единицу энергии должно быть изменение на единицу материи, и изменение на единицу энергии. Только тогда в холистическом подходе будет единство. Потому что, чтобы получилась вода, нужно определённое количество и водорода, и кислорода, и их функциональной связи. Только тогда получится живет, живет, творящая вода. Я хочу обратить ваше внимание на особый аспект прикладной кинезиологии. Это динамическое, статическое и вегетативное переобучение. Когда человек долго не включает какие-то мышцы, у него организм перестраивается на другой двигательный стереотип. И от того, чтобы вы включили мышцы, но не закрепили новый стереотип, организм начинает использовать старые двигательные наработанные навыки и разрушает ваше состояние, которое вы добились. Поэтому обращаю большое внимание на статическое переобучение, динамическое переобучение. И особенно на активацию вегетативных рефлексов, их активация и истощение. Видите, какая красивая девочка в бередьке идёт гомолатеральным паттерном. Если после вашего лечения человек идёт гомолатеральным паттерном, он далеко не уйдёт. Он снова к вам вернётся. Но ужас с обидой для вас. Поэтому я сейчас посмотрел в интернете, меня услышали, и огромное количество сейчас центров есть, которые занимаются переобучением вегетативных рефлексов. Для меня это большая радость. Потому что если вы посмотрите вокруг, огромное количество имеет вегетативные рефлексы, сосательные и двигательные, асимметрично-шейные рефлексы. И наша кафедра сейчас большое внимание для развития диагностики вегетативных рефлексов, их патологической активности и их коррекции. Когда я решила подумать о нерешённых проблемах, их огразалось огромное количество. Это интеграция ПК в прикладную кинезиологию, инструментальная верификация результата мануально-мышечного тестирования, и научной публикации в журналах, и система обучения, и интеграция в конференции, и размещение информации в соцсетях. Но самое главное, нам нужно продумать, я обращаюсь к президенту, создать сертифицированный экзамен для того, чтобы создать базу своих сертифицированных кинезиологов, чтобы мы, размещая их на сайте, могли за них нести ответственность. Не просто человек заплатил деньги, он стал членом ассоциации, мы поместили его на сайте. Мы должны знать, что он что-то знает в этом мире. То есть я прошу к Татьяне Николаевне Сергею Петровичу обратиться, чтобы мы создали определенный минимум знаний, которые человек должен иметь, чтобы стать сертифицированным специалистом и быть помещенным на нашем сайте. Чтобы мы могли специалистов рекомендовать, а не просто людей, которые находятся на сайте. Продумайте, Сергей Александрович, насколько это будет возможно. К этому празднику мы выпустили вот такую книжку. Она содержит 100 историй кинезиологов. Кинезиологи, которые были исторически кинезиологами, кинезиологи, которые стояли в Устоков, преподавательский состав и курсанты, которые учились. Я просила каждого, кто писал эту историю, написать, какие у них были сложности и ошибки, как они их исправляли. Поэтому это получилось не просто история, а история каждого, как написали, многострадальная история. О том, как люди учились, чего они достигли и что они поняли, как нужно было по-другому учиться. Все члены ассоциации получают эти сборники бесплатно, поэтому присылайте свои заявки, мы вам отправим. Пожалуйста, читайте и присылайте свои истории в этот сборник. Он будет безграничен, ибо каждая история из вас – это маленькая ниточка, которая вплетается в цветок нашей академии и нашей ассоциации. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо как! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...